всем привет сегодня рассмотрим очередной паттерн который называется приспособленец рассматривать я буду ну рассматривал я на этом ресурсе вот он я с него уже рассматривал один паттерн вот второй но я думаю будет еще не один не два и не три паттерна которые будут взяты с этого ресурса потому что очень хорошие и жизненные примеры которые хорошо объясняют почему использовался именно этот паттерн то есть такие примеры чтоб придраться ни к чему ну на мой взгляд но ну не но а что такое приспособление приспособление с обычно используется для уменьшения затрат при работе с большим количеством мелких объектов и при проектировании приспособленца необходимо на его разделить разделить его свойства на внешнее и внутреннее что это такое внешнее и внутреннее сейчас мы разберем если конечно же вы хотите смотреть дальше если нет пожалуйста переходите по этому ресурсу и и и и читайте и смотрите это все так так вот те кто решил остаться решил остаться оставайтесь ну и и какой пример приводит автор автор приводит такой пример в игре там короче рассеивается туман нашему взору открывается величественный старый лес бесчисленные там деревья образуют какую-то зеленую такую зеленое полотно не знаю и и и и там все туман там лучики света пробиваются через листья или окрашивают какие-то листья между стволом виден бесконечный лес вокруг в общем вот это все конечно же очень красиво и круто и игровые разработчики о таких сценах могут мечтать так вот для таких вот сцен частности для этого примера как раз очень очень хорошо вписывается такой паттерн наш рассматриваем ему и паттерн приспособленец и этот лес можно описать на бумаге несколькими предложениями но и его реализация в игре это совсем другая история если захочется вывести на экран лес из каждых индивидуальных деревьев то есть отдельных объектов целиком любой программист графический сразу же там увидит миллионы полигонов которые как-то нужно обработать как-то нужно нарисовать соответственно вот к примеру давайте вот так сделаю вы пока смотрите а я продолжу так вот лес да вот этот наш это тысячи возможно десятки тысяч объектов каждый отдельных индивидуальных объектов и каждый объект насчитывает очень много полигонов даже если найдется достаточно памяти чтобы это все уместить нужно будет это все еще пропустить через процессор и видеокарту и с каждым деревом с каждым деревом связаны то есть каждый каждое дерево это отдельный объект а их тысячи десятки тысяч могут быть и с каждым деревом связаны такие данные как сетка как текстуры как его позиции как его там размеры всякие цвета там коры листьев и все такое то есть и в целом ну вкратце вот объект нашего дерева можно представить вот вот так вот так вот здоровенная куча данных это не очень ну как бы хорошо в нашем случае нужно нужен какой-то очень мощный компьютер очень много памяти чтобы все эти тысячи деревьев только уместить а потом же их нужно еще отрисовать всякий туман там лучики света и все такое так вот весь лес вряд ли получится вот упихнуть в видеокарту на каждом кадре но 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 для этого есть подход который позволяет обойти все это ограничение и и давайте посмотрим на вот эту вот картинку вот здесь что мы видим ну фишка в том что каждое дерево в целом выглядит но плюс минус одинаково каждое дерево выглядит одинаково несмотря на то что этих деревьев тысячи они в целом примерно одинаковы и а потому что но не и а под почему не плюс минус одинаково потому что каждое дерево использует одну и ту же текстуру для отрисовки коры для отрисовки листьев для отрисовки там еще чего-нибудь то есть одни и те же текстуры которые хранится хранятся в каждом дереве в каждом дереве хранятся то нормальная мысль взять и вынести эту общие данные куда-то отдельно чтобы каждое дерево не хранила и это делается вот таким вот образом то есть вот мы выносим отдельно модель дерева а это текстуры там сетка какая-то и все такое и и теперь наше дерево превращается наш класс дерева вот в такой класс давайте это уберем и здесь у нас уже на данные разделены есть модель дерева и это объект будет в памяти всего лишь в одном экземпляре а здесь есть набор данных для каждого конкретного дерева это его размеры там его позиции цвета листья там коры там еще чего-нибудь и указатель на один объект соответственно тысячи вот таких вот деревьев будут вот здесь иметь адрес одного объекта модели и вот как это выглядит графически но схематически вот у нас тысячи деревьев и все они вот каждое дерево имеет какой-то свой свою уникальную свои уникальные данные но все они обращаются к одной и той же модели данных которая хранит текстуры что-то там еще что-то там еще то есть это уже немного лучше чем было перед этим чем было перед этим так вот пример у нас есть хороший действительно пример но на самом деле еще проблемы не закончились но не то что не закончились здесь сейчас я приведу еще один пример все это я же беру понятное дело вы знаете с какого ресурса так вот вот у нас есть хороший пример и вот здесь как раз в роль вступает приспособленец при использовании метода рендеринга экземпляров дело даже не в том что нужно много памяти а в том что требуется слишком много времени чтобы прокачать данные о каждом дереве через шину видеокарты то есть данном случае все равно нам через шину видеокарты нужно прокачать каждое каждое дерево так вот как бы шаблон решает проблему вроде бы он мы разделяем данные модели и на индивидуальные данные то есть получается фишка в чем разделение данных первое данное это не уникальное вот для каждого дерева данные они называются не уникальные и вот уникальные данные то есть это состояние наших объектов так вот что мы до сих пор видели пока что это просто разделение ресурсов и вряд ли это можно назвать шаблон частично это вызвано тем что в нашем примере отсутствует очевидность свойства идентики которая выделяется в качестве разделяемого ресурса 3 модов ну 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 давайте дальше сейчас тут еще будет один пример то есть с деревьями не закончена и с лесом не закончена но сейчас тут еще один примерчик такой так вот земля на которой растут деревья тоже должны быть представлены в игре и это могут быть участки земли там травы озер там ну любая другая местность и наша земля к примеру может быть сделано на основе тайлов то есть вся поверхность будет состоять из маленьких отдельных плиточек и классические реализация вот такая вот у нас есть перечисление и у нас есть тип плиточки тип земли и каждый тип поверхности имеет влияние на геймплей то есть это стоимость перемещения которая определяет скорость с которой игроки могут там двигаться по ней дальше флаг может быть то есть речка или не речка либо заполнена эта плитка водой или нет если да то двигаться можно только на лодке ну и текстура то есть в этом случае у нас только представлен тип местности ну и ну и наш мир мог бы состоять вот то есть наш класс мог бы быть похож на что-то такое сейчас конст expression это тех нету у нас константно мы их добавим к примеру это будет мир сетка да там тысяча на тысячу вот такой вроде бы не маленький мир так вот вот у нас класс мира и просто у нас двумерный массив в котором в котором мы храним тип поверхности и и были бы вот такие функции для того чтобы но получать полезную информацию о мире мы были бы вот такие удобные функции то есть мы могли бы узнать стоимость перемещения то есть мы то знаем где у нас игрок находится вот мы передаем координаты понятное дело и в зависимости от плиточки типа плитки возвращаем стоимость точно также мы бы узнавали вода там или не вода то есть можем ли мы идти пешком либо плыть на лодке ну идею вы поняли да в данном случае но автор считает такую реализацию немного уродливой когда он думает о скорости перемещения по местности он предполагает увидеть данные о местности а вместо этого они внедрены в код еще хуже того что данные об одном типе местности могут быть размазаны или размазаны по целой куче методов но в данном случае вода это или не вода это в одном местности с в одном методе скорость это в другом методе и так далее и тому подобное и хотелось бы это все видеть в где-то собранным в одном месте ну и как он пишет в конце концов для этого и есть объекты созданные объекты поэтому поэтому наше перечисление превращается в класс так вот это вот это я наверное за комментирую вот так вот так вот наше перечисление перри превращается в класс так у нас текстуры класса нету ну она нами не надо просто будет такая заглушка так вот так вот так вот так вот так вот сейчас это уберем и вот во что превратилась наше перечисление превратилась уже в отдельный класс которым в котором при конструировании каждого объекта задается стоимость перемещения текстура вода это или не вода соответственно и появились вот такие уже удобные функции то есть по факту у нас все инкапсулирована уже в одном месте то есть у нас уже массив не перечислений а массив объектов и у каждого объекта мы можем четко узнать стоимость перемещения вода не вода и получить текстуру вот но но здесь придется платить производительностью за то чтобы иметь экземпляр то есть объект этого класса для каждого тайла для каждой плиточки то есть если мы на посмотрим на этот класс здесь нет вообще никакой специфической информации о том где находится эта плиточка то есть в терминах приспособленца все состояния местности являются внутренними или контекстно независимыми принимая это во внимание у нас как бы нет причин иметь больше одного объекта для каждого типа местности в данном случае мы хранили бы тысячу на тысячу до объект то в но на самом то деле у нас всего лишь три типа местности поэтому какой смысл хранить тысячи объектов для этого можно хранить всего лишь три объекта ну ну и ну потому что каждый каждая плиточка травы идентична другой плиточки травы и вместо того чтобы иметь массив массив автор говорит лучше бы хранить указатель вот так вот массив указателей на объекты на вот эти вот объекты каждый из тайлов который относится к одному и тому же типу местности будет указывать на один и тот же экземпляр местности то есть по факту у нас вот наш массив то же самое тысяча на тысячу но он будет хранить каждый элемент адресочек адресочек чего конкретного типа местности данном случае у нас три типа местности так как экземпляры используются в нескольких местах то управлять их временем жизни конечно же будет сложнее чем если бы создавали их динамически соответственно автор здесь предлагают вот такое вот решение то есть наш класс world превращается вот такой класс world так это у нас текстура давайте давайте я сделаю сейчас сейчас и сделаем так вот я просто сделал заглушки так как так как конструктор принимать текстуру ну а со всем этим мы знакомы стоимость перемещения вода ты не вода и текстура так вот так вот так вот вот во что у нас превратился класс наш world и и и и и вот у нас как бы получается генерация генерации чего-то генерация земли да получается как она могла бы выглядеть ну где-то вот тут так вот сейчас я тут чуть-чуть переделаю так как так как я же как вы видите просто беру копирую так так чё тут чё тут чё тут что это такое хилтера n почему тайлс 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 а почему а потому что вот сделаем вот так массе у нас по-прежнему есть так рандом 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 делаем вот так вот чё тут еще не так чё тут еще не вроде все так а ну-ка собирается или нет а собирать так вот вот у нас идет ну я так понимаю это генерация генерация нашей местности да смотрите а у нас уже есть готовые объекты есть тип местность так вот мы генерим и просто туда записываем адрес очки нам не надо хранить отдельные объекты да это будет лишние 4 или 8 байт в зависимости от архитектуры но но это не будет вот это целый объект потому что здесь 44 сколько-то тут еще то есть ну пусть тоже 4 пусть 12 потом еще добавится каких-то данных и в результате в результате каждый объект будет будет немаленький здесь мы всего лишь храним адрес очки адрес очки адрес очки ну надеюсь вы поняли то есть идею и так идем дальше теперь вместо 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 того чтобы так чтобы вместо методов в world для доступа к параметрам местности мы можем как вот пишет автор просто возвращать объект напрямую вот get-tile да и и и и использовать его то есть получать к примеру стоимость что-то по типу по типу вот такого дам world world вот так вот правильно правильно во 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 да так вот таким образом наш мир world не перегружен различной информации о местности а то есть если нам нужна какая-то информация о о параметре мы можем получить вот непосредственно сам объект и и и и получить к примеру стоимость передвижения то есть получается что мы вот здесь получили мы получили приятной api работы с реальным объектом и сделали это практически без дополнительных накладных расходов указатель не занимает обычно больше памяти чем перечисления вот в данном случае да в данном случае но теперь мы сэкономили на количестве объектов теперь мы храним только три объекта о типе местность чем если бы мы хранили тысяча там умножить на тысячу это немало так вот что же насчет производительности но надеюсь вы уже поняли на фишку приспособленца что-то общее для всех мы выносим отдельно вот в данном случае но с деревом с деревом мы вынесли отдельно что-то общее для всех деревьев и что-то уникальное для каждого деревьев и дальше при отрисовке мы берем общее данное и и и и ну к примеру что какой еще можно привести пример я бы мог привести пример например тысячи солдатиков у нас есть на карте так вот что у этих солдатиков общее картинка его ну картинка да там картинка то есть сам сама модель так вот а что не общее что уникальное для каждого солдата ну к примеру его айдишка и его координаты так вот при отрисовке мы просто берем одну и ту же модель но видеокарте говорим ее где рисовать рисовать и по разным координатам так вот вот эти координаты до будут вы вы выделены выведены к примеру в саму сам класс солдатик а в модели будет храниться сам объект для отрисовки вот таким образом мы разделяем и соответственно тысячи солдатиков просто хранят тысячи своих координат но не хранят тысячи объектов модели понимаете да что идет здоровенная экономия памяти ну и помимо этого еще производительность экономится если все это по-людски и правильной суммом дела так вот чё тут у нас еще автор пишет что же насчет производительности что же насчет производительности он говорит потом он говорит что для точной оценки производительности нужно проводить точное сравнение на по сравнению с использованием перечислений но в данном случае в случае вот этого world обращение к местности через указатели предполагает косвенное обращение чтобы получить данные местности ну это в этом случае скорость перемещения нам сначала нужно получить указатель в массиве местности чтобы через него получить объект местности и только потом получить скорость перемещения попытка же обращение через массив может привести к промаху кэша а стало быть к общему замедлению работы и он пишет как всегда при оптимизации стоит используя пользоваться золотым правилом сперва выполняем профилирование современное железо настолько сложное что производительность уже на глаз нельзя оценить и его собственные тесты тесты автора показали что применение шаблона приспособленец не дает падение производительности по сравнению с применением перечисления нам то есть он тестировал вот 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 этот пример world и вместо объекта вот это да он использовал но предыдущий пример когда мы перечисление использовали более того приспособленец был быстрее чем просто перечисление но здесь стоит учитывать и то насколько часто данные выгружаются из памяти так вот в чем автор точно уверен так это в том что использование объекта приспособленца скидывать со счетов никогда не нужно то есть всегда нужно о нем помнить он дает преимущество объектно-ориентированного стиля без расходов на кучу дополнительных объектов а если вы ловите себя на создании множество последовательностей а затем организовываете по ним выбор с помощью свитч то вот в этом случае попробуйте использовать приспособленец но если боитесь за производительность то по крайней мере проверьте свои опасения профайлерами профайлеры есть уже в разных даже в китишке по моему уже добавляются вон какие-то профайлеры но вот валгрид встроенные это очень хорошо меморилики позволяют и вот это что-нибудь я не пробовал надо попробовать так вот проверьте там с профайлером насколько медленно все работает ну и ну и ну и все в принципе в принципе все он тут еще посмотреть тут какие-то примеры факторе но тут методы все такое короче 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 что я могу сказать от себя да да приспособление с очень крутая вещь ну как бы любой паттерн это всегда полезно но бесполезно но полезность заканчивается там когда мы начинаем тулить эти паттерны только потому что мы не узнали от к примеру это особенно у студентов такое проявляется я узнал что такой классы я их будут тулить везде я узнал что такое фабрика классом теперь все все будет у меня фабриками это плохо потому что он не надо применять их везде нужно всегда выбирать и и и и и и прикидывать действительно ли он здесь поможет или нет а только из-за того что вы знаете десяток паттерна или один паттерн и применять его везде не нужно но приспособление с очень классный крутой паттерн идея проста иногда могут быть сложности в реализации ну теперь все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем ну и конечно же можете перейти сюда и и почитать о других паттернах вот ну теперь точно все всем пока